всем привет меня зовут егор я комьюнити менеджер калибра если вы следите за новостями вы знаете что мы готовимся к выходу обновления 0.18.0 это будет крупное обновление и о некоторых изменениях в нем мы уже рассказали в специальных статьях которые вышли на нашем сайте например мы уже рассказали о доступности к покупке оперативников за кредиты о бесплатных резервах и о удалении материалов из игры мы дальше продолжим ознакомить с изменениями в этом обновлении а в конце этого видео я отвечу на некоторые вопросы которые у вас уже возникли по прочтении статей которые уже вышли 18 версия получается настолько большой что мы приняли решение ее разделить в середине ноября будет версия 0.17.2 в ней вас будет ждать марафон с новым для калибра режимом командный бой известный ценителям жанра шутера как тдм который будет носить название уничтожения будет переработанная миссия на караван сарая с новыми катсценами в духе леса озвучка оперативников переработанным сюжетом измененной геометрии карты будет изменена карта и в пвп а также будет добавлено голосование за пропуск оцен в пве режимах основной контент версии 0.18.0 переносится на конец года вам еще предстоит узнать о измененной прокачке оперативников переработки экономики изменений бустеров и это еще не все добавлю что к концу года появится новый боевой пропуск но пока никаких деталей раскрыть не могу еще вас ждет новая карта и самые внимательные игроки могли заметить ее тизер в режиме натиск хлоуин по поводу галереи боевых пропусков версии 0.17.1 была отключена возможность покупки пропусков если вы покупали боевые пропуска риск благородное дело операция даркой посеянной в тернии в галерее то для получения наград вам необходимо зайти в игру до выхода версии 0.18.0 чтобы получить награды из платной и бесплатной частей купленных боевых пропусков если вы не покупали эти пропуска в галерее то вам необходимо зайти в игру до выхода версии 0.17.2 чтобы получить награды из бесплатной части этих боевых пропусков советую прочитать статью на сайте там описаны все детали и ссылка будет в описании переходим к ответам на вопросы об обновлении 0.18.0 компенсация будет только за контейнеры указанные в статье нет статье указан только три самые распространенных вида контейнеров с материалами само собой другие контейнеры которые содержат себе материалы тоже будут компенсированы сумма компенсации зависит от их редкости и количество материалов внутри в игре будет 30 новые категории оперативников от чего зависит цена что она должна сказать игроку который хочет купить дорогого оперативника кроме факта что он потратит больше кредитов более дешевых оперативников мы считаем более подходящим для начинающих игроков такие игроки обычно не накопили кредитов чтобы приобрести любой желаемый игровой контент но им доступны более простые высвоения но тем не менее эффективные оперативники среди этих простых оперативников могут встречаться бойцы одной роли но с отличающимся геймплеем например микола и монг у них разный способ лечения и разное вооружение но при этом они оба медики новичку по будет полезно поиграть на них обоих новичкам в калибре мы рекомендуем начинать с тех оперативников которые стоят дешевле и со временем постепенно знакомясь игровыми механиками изучать более комплексных и дорогих оперативников почему вы решили сделать резервы бесплатными какие проблемы вы хотите решить этим максимальный и минимальный запас резервов у каждого оперативника одинаковый необходимость покупки резервов гоняла игроков малого уровня аккаунта и с малым запасом кредитов в минус из-за этого все вы могли встречать союзников которые не использовали медпакеты стимуляторы и прочие резервы когда это нужно делать мы решили исключить экономический фактор из баланса боевой системы помимо этого это обновление избавит вас от лишнего менеджмента ресурсов вы просто будете выбирать нужные резервы и отправляться в бой запас резервов будет разным у разных оперативников размеры слотов мы пока не определили сделаем это после внутренних тестов нужно сначала опытным путем понять сколько резервов на бой будет оптимально для игрока у всех медиков будет увеличен объем наборов реанимации может поддержкам выдать два вместо одного они все же поддержки у некоторых медиков максимальный запас наборов реанимации увеличится это же коснется и других оперативников любой оперативник сможет получить дополнительные реанимационные наборы с помощью навыков. Контракты были предназначены для получения материалов, в особенности теми игроками, у которых много оперативников. Материалы удалены из игры, поэтому надобность в контрактах отпала. Что касается прокачки оперативников, мы призываем играть в калибр для получения игрового опыта и кредитов и последующей прокачки оперативников. Система контракта ушла на переработку и вернется в игру в новом виде. Если я прокачал оперативника, но хочу попробовать другой вариант прокачки, то у меня будет возможность это сделать? Да, изменить прокачку оперативника можно будет в любой момент. Для этого будет необходим новый ресурс, который можно будет получить за выполнение последнего этапа еженедельных заданий и заработать во время внутриигровых событий. И отдельно про ранги. Рангового сезона до конца этого года не будет. Однако любителям посоревноваться в пвп режимах мы дадим чем себя занять. На этом я прощаюсь, следите за новостями, пока-пока.